Приветствую вас, дорогие зрители, это «Свободная пресса» и я ее ведущий Александр Евдокимов. Сегодня мы обсуждаем ситуацию с нашумевшей забастовкой партнеров «Вайлдберис». И сегодня в гостях нашей студии один из партнеров компании «Вайлдберис» Михаил Орлов. Михаил, здравствуйте. И координатор левого фронта Сергей Удальцов. Добрый день. Михаил, первый вопрос вам. Если можно кратко, расскажите свою историю сотрудничества. В частности, когда именно вы стали сотрудничать с «Вайлдберис» и знали ли тогда, что будут какие-то проблемы? Здравствуйте. В 2021 году начал сотрудничество с «Вайлдберисом», сотрудничество как продавец. Продавал товары, выставлял их на площадку «Вайлдберис». Все было прекрасно до определенного времени, когда «Вайлдберис» решил свою оферту, которую мы можем подписывать только в электронном виде, по нажатию всего одной кнопки, вводить штрафы. По закону штрафы вводить нельзя. Мы это не государственная компания, как никогда. И это просто невозможно. В итоге столкнулись с такой ситуацией, что нас просто оштрафовали на большую сумму. Ладно, если бы это был я один такой, но нас тысячи, к сожалению. И эта проблема никак не решается. Штрафные санкции подразумевают за что конкретно, чтобы нашим зрителям было понятно? Штрафные санкции подразумеваются в разных планах. Это может быть как нарушение размеров товара, за что мы платим логистику компании «Вайлдберис». Это может быть лично их решение. Мы попали в такую ситуацию, что нас решили оштрафовать за то, что им показалось, что мы нарушаем законодательство Российской Федерации. Им показалось, что наш товар, который мы продаем, нарушает закон. Но закон наш товар не нарушает. Но из-за ошибки «Вайлдберис», из-за того, что они решили не разбираться во всей проблеме, а решили всех под одну гребенку снести, то есть заблокировать всех и оштрафовать всех, мы попали в такую ситуацию, в которой мы не можем ничего решить, кроме как идти в суд. Многое пытались сделать. Пытались написать и в саму техподдержку, решить вопрос как-то мирно. Потом мы приезжали уже в офис, пытались до них достучаться. Они к нам не вышли. Пришлось вызвать полицию, писать заявление, показывать то, что мы принесли исковое заявление, коллективное и неколлективное в обычном порядке. Нас опять не услышали. И все, что осталось делать, это идти в суд. Само вот это выстраивание диалога между вами и руководством «Вайлдберис», оно каким образом происходит? То есть вам какой-то сотрудник представлен к каждому конкретному партнеру, либо общая модерация какая-то происходит? К сожалению, как такой поддержки у них вообще нет. Она отсутствует. И это включая не только нас, как продавцов, так и партнеров пунктов выдачи, которые привозят вам товары, к которым вы приходите, и они вам его передают. То есть также работники складов, логисты, у них тоже нет контакта с техподдержкой. И если кому-то штраф начисляется, а это не только мы, это тоже работники, им тоже штрафы начисляются. И они иногда работают даже в ноль за бесплатно, чтобы отбить свой штраф. Нет техподдержки. Она у них фиксированная. То есть как будто она есть, на самом деле ее нет. Там нет человека, никто к вам не привязан. Там отвечает только машина, робот, бот, больше никто. Сергей, следующий вопрос вам. В этой конкретной ситуации сейчас кто-то уже встал на сторону конкретно партнеров «Вайлдберис». Я имею в виду кто-то из политических представителей наших депутатов, правозащитников, общественников. Ну я могу сказать, товарищи наши продавцы, как вас правильно называть, продавцы, партнеры, да, партнеры, сотрудники «Вайлдберис» просто красавцы, просто красавцы, потому что им удалось действительно самоорганизоваться. Это ведь даже не классический профсоюз, хотя его нужно создавать, я знаю, там сейчас идут процессы, потому что, конечно, в долгую желательно играть уже, так сказать, в юридическом формате, имея профсоюз легально зарегистрированный, войдя в какое-то профсоюзное объединение. Это то же самое, что вот когда бы вставали курьеры «Яндекс.Еды», там и та же ситуация стояла. Но сейчас им удалось очень четко самоорганизоваться, запустить эту волну. Я просто тоже подписан на разные их чаты, я вижу там нормально, грамотные ребята, юристы, они постоянно проводят видеоконференции между собой, то есть смогли сорганизоваться и не разовую провести какую-то вылазку, а поработать системно и действительно привлекли внимание, ну, по большому счету, всей страны, несмотря на то, что у нас сейчас основной вектор туда на внешнюю политику нацелен, но на внутреннем фоне это прозвучало очень громко. И, естественно, все здоровые политические силы, я думаю, сейчас просто обязаны помогать людям решить и конкретные проблемы. Решить проблему людей, потому что большая часть это наши люди там находятся и работают с ними тоже наши люди. Конечно, это, ну а какие люди? Конечно, это наши люди, российские граждане, поэтому решите и локальные вопросы, связанные вот с отменой этих штрафов, с тем, чтобы администрация Уайлдберрис все-таки повернулась к людям лицом, а не к каким-то другим местам. А в дальнейшем нужны и законодательные изменения. Я знаю сейчас и депутаты от разных партий. Там вот так Анастасия Удальцова обратились, люди, значит, делают запросы соответствующие. Планируется там, наверное, круглый стол в Государственной Думе. И я знаю, и Справедливая Россия участвует, и даже Единая Россия. И пусть все участвуют, на то они и депутаты. Ну а мы уж никак не можем в стороне остаться, там и пикеты проводили в Солидарности, и в других городах ребята выходят. Сейчас любая поддержка важна, потому что, скажем откровенно, вообще у нас в России такой капиталист диковатый, да, и ущемить права работника – это милое дело для владельца. А уж сфера онлайн торговли, самая различная, она еще законодательно до конца не урегулирована. Михаил об этом начал говорить. И поэтому, естественно, вот все эти пробелы собственник, как правило, использует в свою пользу, в своих интересах. Тем более сегодня, когда не самые лучшие времена в экономике, доходы населения проседают, видимо, и общие доходы компаний тоже сокращаются в определенном объеме. На кого переложить издержки? Самое милое дело, если тем более в законе пробелы, давайте мы будем дикие вот эти штрафы вводить на сотрудников, на партнеров. На человека, который от них зависит, и мы ничего с этим сделать не можем. Это, ну... Совершенно верно, совершенно верно. Поэтому проблема комплексная. И Вайлдберрис, и Яндекс.Еда, и другие такие вот онлайн-сети надо наводить порядок закладательно, чтобы четко регламент был прописан, четко. У вас вот вы на какой основе работаете? По договору гражданско-правовому или по трудовому? На ферте. То есть мы ее не можем ни переписать, ни как-либо добавить. Мы можем только одобрить, и больше ничего. Вот говоря об как раз аферте, насколько она составлена именно в одностороннем, я имею в виду, порядке, то есть на более выгодных условиях Вайлдберрис, чтобы вы могли отметить, вот конкретно по аферте? За все, что как-либо связано с продажей, отвечаем только мы. С реализацией товара тоже отвечаем мы. Если во время доставки что-то произошло с товаром, приехал на пункт выдачи, а его на складе повредили, то за это платим мы. Платит работник склада, платит человек, который поставил этот товар на склад, и платит сотрудник, который выдает этот товар. Слово склада уже человеку на пункте выдачи. Платит за это только тот человек, который работает с этой компанией, но не сама компания. Она никаким образом не возмещает это. В этом отношении может появиться вопрос у нас в комментариях, вполне резонный. Могут вас спросить, в чем резон тогда вашего сотрудничества с Вайлдберрис? Какие плюсы? Вы же какие-то плюсы для себя отмечали перед тем, как начать с ними работать? Самые большие плюсы, то что эта площадка за короткий срок времени просто огромными темпами шла на развитие, и у нее самые большие продажи. То есть, если сравнивать Вайлдберрис с Озоном, то на Озоне продаж в пять раз меньше. Выгода была в том, что какие-либо расходов не было, то есть, какие-то маленькие штрафы, штрафы за товар, наш комиссию, логистику, можно было стерпеть все, просто потому что прибыль тоже присутствовала, из-за того, что огромный оборот. То есть, заказов много, и прибыль тоже имеется. А сейчас произошло ровно все наоборот. Эта проблема, она появилась одномоментно, либо она копилась какое-то время? По поводу штрафов, конечно, копилась. Раньше не было никаких профсоюзов, штрафовали небольшие части людей, сейлеров, то есть партнеров или работников. А сейчас это стало прям машиной, которая каждый день этим занимается, каждый день идут штрафы, идут маленьким группам, большим группам. 3000 партнеров получили штраф в один день, 300 человек получило штраф в один день, и это не заканчивается. Если раньше это были маленькие, то есть, по 20 человек в день могли оштрафовать, по 30, то сейчас это невозможно развить. Я правильно понимаю, что они не выходили в медийное пространство как-то о своей проблеме? Они не могли выйти в медийное пространство, просто потому что не было никаких профсоюзов. Никто не мог сконтактировать друг друга, потому что компании, людей, которых оштрафовали, они маленькие, по 20-30 человек. Да, их оштрафовали, да, они собрались, 20-30 человек. Ну, а дальше-то ничего не произойдет. Они не узнают о других людях, которые получили штрафы. Михаил, а сейчас вот эти 3000 партнеров, которые получили штрафы, они насколько консолидированы между собой? То есть, ну, помимо, разумеется, группы там в Телеграме, ВКонтакте и так далее, так далее. Получило не 3000, получило больше 6000. И это мы сейчас говорим про пункты выдачи. Это про работающие пункты выдачи, франчайзи. А про нас лично 300 человек получили штрафы, суммарно из них 170 мы подтвердили в исковом, групповом заявлении, остальные пошли в одиночку. 170 человек, 600 миллионов штрафов. Лично у меня 2 миллиона 200. У моих знакомых селеров, которые продавали такой же товар, у одного 7 миллионов, у второго 1,9 миллиона рублей, у третьего 1 миллион 700. И это нереальная сумма для одного человека. 2 миллиона штраф, это в общей сложности какое-то количество штрафов? Это единожды выписанный штраф за реализацию, как они говорят, незаконной продукции. Мы попали под нее только из-за того, что это не регулировалось человеком. Штрафы, еще раз повторяю, как и раньше было, что за габариты, что за, например, как они говорят, нарушение законодательства, выписывает программа, не человек, не проверяется, что происходит. Они могут как заблокировать просто категорию, как и целую, там, просто по слову, по одному слову. Вот, нас блокировали по категориям и ключевым словам. Какой в этом случае алгоритм? Вы обратились к Wildberries или в какую-то другую уже структуру, что, дескать, вы случайно попали вот под эту раздачу, под этот штраф? И кто вам ответил? Самое необходимое, что изначально нужно сделать, это сделать скриншоты всего того, что с вами произошло. Это штрафов, это уведомлений, это нужно скачать оферту, которую вы подписали и до того, что было подписано. После этого нужно находить юриста, который поможет вам составить претензию, которую вы будете должны, обязаны отправить именно в техподдержку в Wildberries, и заказным письмом отправим их на юридический адрес. И только после этого можно уже садиться, искать таких людей, как и вы, которые попали в эту ситуацию, и создавать исковое заявление. И, возможно, еще идти на сам Wildberries, чтобы пытаться, чтобы они вышли к вам, с ними поговорить и решить эту проблему в досудебном порядке. По-другому это никак. Сергей, что касается сейчас консолидации партнеров в Wildberries, вообще говоря, такой случай, мы долго не наблюдали чего-то подобного, я имею в виду, что сотрудники, партнеры в едином порыве сейчас все-таки стали свои права отстаивать, с чем это связано. То есть накопилась общая усталость, либо это в конкретной сфере, и это ненадолго, и это пройдет, и все забудут. Ну, я думаю, что это не пройдет. Это не пройдет. Тем более, вот такие сферы, они же относительно новые. Михаил правильно говорит. Вот Wildberries стремительно развивалась. Вот последние годы объемы росли, количество пунктов увеличилось, количество партнеров увеличилось. И, по сути дела, это же не классический вариант наемных работников, которые где-то на заводе работают или на фабрике. Да, поэтому там, где действует классический профсоюз, здесь это отсутствовало. Но сейчас сама жизнь заставила, вот глядя на такие, ну, по сути, варварские методы взаимодействия работодателей и сотрудников, конечно, люди вынуждены, жизнь заставляет самоорганизовываться, жизнь заставляет биться за свои права, многое получается. Буквально вот сегодня люди в прокуратуру пошли с коллективными там обращениями, то, чтобы это не разовая акция явилась, и чуть-чуть Wildberries откатило назад, якобы какие-то там штрафы аннулировало, и то мы не знаем до конца. Там 6 тысяч, говорит Михаил, есть информация, что 10 тысяч людей были оштрафованы. Сейчас якобы вот пошли переговоры последние дни, какой-то объем штрафов был аннулирован. Это так вообще действительно? Вы говорите 5 тысяч, 7, 10 тысяч. Да, их больше. Их не 300 человек, как я сказал, не 7 тысяч. Это я говорю про отдельные группы, у которых разные штрафы. А суммарно, если их взять, я даже не могу представить, сколько их. Их может быть и 20 тысяч, и 30 вообще. И 40, и 50. После начала переговоров, когда представители вот этого, ну он профсоюз, это неформально мы называем профсоюз, как профсоюзная организация, там еще в процессе только все это регистрации, но по сути это такой вот неофициальный, они сами себя называют профсоюз. Пошли на переговоры там в Госдуму с Министерством промышленности и торговли, и сейчас это все продолжается. Вот какие-то результаты уже почувствовали, Михаил? Конечно, есть. А в чем выражается? Если брать мою проблему личную, они пока не поменялись, потому что все сейчас решается именно в том обращении, которое было послано самим сотрудником Валдбрис. Там были пункты, которые нужно было решить в кратчайшие сроки. Это как, например, разблокировать все пункты выдачи, которые Валдбрис сам лично заблокировал из-за того, что люди просто вышли высказаться и сказать всем, что нас пытаются просто неправомерно ну, оштрафовать, заткнуть, как угодно это можно назвать, им заблокировали личные кабинеты. И самые первые два требования были, это разблокировать личные кабинеты и вернуть товар, который Валдбрис забрал с пунктов выдачи, когда эта вся шумиха началась. А дальше, по нарастающей, там есть такие пункты, как изменение оферты, чтобы в этой оферте больше не присутствовало даже слово «штраф», потому что как вообще компания может штрафовать людей? Оно не государство, оно не может себе это позволить. И таких пунктов там много, их порядка десяти. И сейчас это решается. Вы сейчас рассказали, как Валдбрис ответила, стала защищаться в какой-то степени. Но расскажите поподробнее о самой забастовке. То есть, каким образом она сейчас организована, что люди перестали свои товары выкладывать на эту площадку, или что, каким образом? По поводу того, что люди перестали выкладывать товар на площадку, я вам скажу так, это же бизнес. Если откуда этот человек ушел, там сразу же появится другой человек. То есть, в плане нас, как селлеров, мы вообще не защищены. Мы не можем, как пункты выдачи выйти, каким-то образом надавить на систему, надавить на компанию Валдбрис, просто потому что нас займут сразу же. И мы будем, как пустой звук, нас не будет никто не видеть, не слышать. Если, вот, например, с ПВЗ, с пунктами, да, то они закрылись, люди приходят, которые купили свой товар, они приходят, видят закрыто. А товар написан, что приехал. Начинается волнение. Люди начинают писать, спрашивают, что происходит, и становится интересной эта тема. И как раз таки из-за этого сейчас все будораживала общественность. Все об этом узнали, потому что начали об этом говорить. Про нас мало кто говорит. Иногда в таких ситуациях подобных, вот Сергей знает, руководство компании, может быть, именно кто-то из Валдберрис, из топ-менеджмента, вдруг бы принял бы решение собраться за круглым столом, поговорить, как-то сгладить ситуацию, что-то было подобное? Нет. В нашей ситуации нет. С пунктами выдачи, конечно. Потому что они почувствовали то, что начинается давление, и они никак не смогут сейчас это в кратчайший срок решить, кроме как пойти на стол переговоров. И чем это закончилось? То есть это закончилось в их пользу? В пользу ПВЗ? Нет. А, да, в пользу ПВЗ, а не в пользу Валдберрис. Конечно, об этом все узнали, и всем стало резко интересное, особенно государству. И это очень приятно. Ну, надо отметить, что ситуация пока в развитии находится. То есть первичные требования, которые люди, доведенные уже просто до отчаяния этими штрафами, а ведь какие условия труда на этих пунктах? Вот Михаил, он на пункте выдачи заказов не работает. Но я знаю, что там происходит. Он вольный художник, да, они как бы вот селлеры, продавцы, они там свой механизм работы, они не сидят в каком-то пункте, вот стационарно. Ну, и он знает, и уже сколько было свидетельств, что люди там действительно в рабских условиях, в туалет не отойти, вынуждены там чуть ли не в туалет ходить, в бутылку какую-то, извините, не покушать нормально. Вот эти штрафы дикие, брак приходит, вот им привозят эти коробки с товаром. Брак не за их вина, но списывают на них зачастую. Да, ведь так происходит. Именно так и происходит. И никуда это не девается. И люди работают не за бесплатно. Они иногда даже отрабатывают неделями, ничего получить не могут. Просто потому, что не за их вины их штрафуют в адрес. Кто-то до них что-то совершил с товаром, или человек пришел, взял товар, ему не понравилось, он отдал его обратно. Ну, какая ситуация должна быть? Товар обратно отправляется на склад. Его перезаказывают, вот он едет к другому покупателю. Но, что происходит? Человеку не понравилось, он отдал обратно. QR-код пробил сотрудник, положил в ячейку, товар уехал вечером обратно на склад, и вечером на телефон прилетает сообщение о том, что с него списан штраф. Просто за то, что... На сотрудника по пункту выдачи задает? Да, сотрудника по пункту выдачи, который просто передал товар, и у которого его потом в итоге не забрали. Ну, то есть, если сказать по-простому, администрация беспределит, и пользуется, еще раз говорю, вот этими правовыми пробелами, чего и добиваются, кстати, сотрудники и партнеры, сегодня назрела острая необходимость, во-первых, самим работникам, сотрудникам, вот таких структур, как Wildberries, Яндекс.Еда, вот эти онлайн всякие, маркетплейсы, онлайн торговля, объединяться в профсоюзы, реальные, юридически их регистрировать, входить в профсоюзное объединение, желательно такие более боевые и независимые, чтобы не просто там изображать профсоюзную деятельность, мы знаем, как это происходит в тех же структурах ФНПР, например, вот, тогда шансов больше, что это будет в системном порядке решаться их проблема, и это будет не разовая акция, которую сейчас загасит, конечно, пойдут на какие-то уступки, а потом это может все через какое-то время откатиться обратно, мы знаем, как эти ситуации бывают, нужно системное решение проблемы, то есть работникам всячески мы рекомендуем, но и я знаю, идет уже этот процесс, и всегда можно и к нам обратиться, и в любые организации, как создать профсоюзные структуры, первичные ячейки, войти в какое-то профобъединение, это все технологии уже отработаны, а на законодательном уровне, правильно, сейчас они сами, вот их профобъединение работников Вайлдберрис, предлагает законодательные инициативы, через Госдуму, узаконить, там целый пакет антимонопольного законодательства, сейчас разрабатывается очередная часть, вот там надо просто прописывать все, что связано с этой онлайн-торговлей, четкий регламент, чтобы не было этого беспредела со штрафами, чтобы не на людей вот это все накладывались, огрехи, которые возникают, а чтобы это все решалось в цивилизованном, юридически прописанном порядке, чтобы люди могли, которые по оферте работают, могли отказаться от каких-то навязываемых, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, условий, конечно, потому что, по сути дела, они сегодня даже вне рамок трудового законодательства находятся, это такая как бы серая зона, серая зона, как те же курьеры в Яндекс.Еде, которые бегают как ошпаренные, тратят свое здоровье, некоторые там умирают буквально по дороге, и также их обкладывают этими штрафами, всякие с них вычеты идут, где за дело, где не за дело, то есть понятно, что есть правовые пробелы, и надо их устранять, потому что добровольно, ну какой бизнес добровольный, это только в таких сказках красивых, у нас бизнес социально ответственный, идет навстречу людям, нет, может быть где-то что-то такое есть, но явно не в России, мы знаем, вот совладелица Уайлдберридс, Татьяна Бакальчук, например, она отличается довольно таким роскошным образом жизни, посмотрите в интернете, я не хочу ничего придумывать, посмотрите сами, поищите, то есть это люди, которые считают себя высшим классом, а с работниками, с сотрудниками, видимо в их понимании, можно вот так обращаться, по-скотски, по-арабски, молчат, все можно штрафовать, можно, пусть в туалет ходят там раз в день, и мучаются, куда это годится, это разве нормально в правовом государстве, в социально ответственном государстве, прокуратура же штрафует, почему нас могут штрафовать, а их нет, пусть штрафуют, но если они себе такое позволяют, я правильно понимаю, Михаил, что сейчас конкретно в вашей ситуации, вы хотите добиться как раз отмены вот этого штрафа, в 2 миллиона рублей, ну конечно, и вернуться на площадку, вы планируете назад вернуться на площадку Уайлдберридс? на площадку я вернусь, если все наладится, давайте так, представим такую ситуацию, если в оферте, уберутся эти штрафы, если там будет все адекватно прописано, а не то, что только мы должны, я конечно же вернусь, почему нет, площадка сама по себе хорошая, она удобная. Насколько велика вероятность, что именно так и произойдет, ну с вашей точки зрения, разумеется. Процентов 90, просто потому, что за это взялось государство, и оно уже доделывается до конца. Можно ли на это рассчитывать, Сергей? Я думаю, что Михаил прав в том плане, что проблема уже настолько вышла наружу, настолько стала достоянием общественности, что ее, и люди продолжают борьбу, самое главное, они абсолютно не наивные, они абсолютно не в таком вот расслабленном состоянии, что им сейчас морковкой помахали какой-то, сказали, сейчас мы все отменим, и они успокоились и пошли спать. Нет, они продолжают и юридическую работу, готовят там иски соответствующие, предлагают законодательные инициативы, и я думаю, что даже Единой России выгодно эти законодательные инициативы не тормозить, а действительно реализовывать на практике, чтобы создать цивилизованные условия. Сфера онлайн-торговли только развивается, и будет развиваться. Та же пандемия дала резкий скачок объемам онлайн-торговли, и дальше это удобно, действительно, не надо этого бояться. Зачастую дешевле еще гораздо. Да и экономят люди, кто-то зарабатывает это место работы, кто-то приобретает, экономит, но надо создать цивилизованное правовое поле для этой деятельности, чтобы не страдали работники, сотрудники, не страдал клиент-покупатель, и то же самое администрация, владельцы, ну у нас рыночная экономика сегодня, пока мы по таким правилам работаем, мы владельцы тоже и не в убыток себе работали, но и не наглели, не борзели, как говорится, и не раскачивали лодку. И здесь как раз задача государства, и мы со своей стороны, вот как бы оппозиционные всякие партии, движения, это наша тоже общая задача, контролировать государство, чтобы это не разовая акция явилась, а были приняты системные решения. Я думаю, шансы хорошие, 90, не 90 процентов, ну конкретно в случае Михаила, я думаю, обязательно решится вопрос, а в целом, я думаю, если сотрудники, работники продолжат эту работу, сорганизуется, как я уже сказал, профсоюз, будет поддержка от общественности, от независимых организаций, от политических структур, я думаю, законодательные изменения будут внесены, тогда это будет на пользу всем. И это, кстати, очень хороший пример для других компаний, где также работники подвергаются, ну по сути угнетению, сверхэксплуатации, назовем это так. Получится у ребят с Валберес, это будет воодушевлять там, ну всех остальных. Станет хорошим примером для остальных. Пример вообще самоорганизации и защиты своих прав. Этого сегодня не хватает. У нас людей, это огромная ошибка власти, я считаю, такая стратегическая, людей приучать к какой-то выученной беспомощности, что мы ничего не можем, мы должны кланяться все время, кому-то идти там, к администрации, к работодателю, упрашивать, умолять. Это неправильно. Должно быть равноправное отношение. То есть это же процесс, работодатель безработника, что он может? Ничего он не может. Поэтому вот здесь надо вводить это все в цивилизованное русло. Михаил, как лично вы оцениваете вот эту идею с профсоюзом? Насколько она, по вашему мнению, вот сейчас может поправить ситуацию? Очень сильно, потому что давление появилось. Если бы не, опять же, такие пункты выдачи, которые могут иметь власть, ничего бы не произошло. Собралось бы нас 5000 человек, мы бы просто не смогли ничего сделать. А здесь нас собралось уже огромное количество, которое может и надавить, и показать, что вы без нас мало чего можете, и мало чего стоите. Поэтому это, конечно, необходимо. Каким образом вот вся нынешняя проблема, она отразится на потребителя, на покупателя в конечном счете? Все может пойти до того, что цена увеличится просто, и станет неконкурентоспособна эта площадка социальными. Вот со стороны покупателей, как вы считаете, есть какая-то поддержка? Именно вас? Да, со стороны покупателей. Понимание, потому что честненько бывает наоборот у нас. До этого покупатели вообще не понимали, как это все происходит. Некоторые даже думали о том, что пункты выдачи виноваты в том, что происходит, а не сама компания. Они думали, что они заказали, и виноват именно тот пункт выдачи, на который это все приехало. А то, что за пункты выдачи склады, офисы, работники, никто об этом даже думать не мог. Михаил, большое вам спасибо, что сегодня пришли к нам на передачу. Сергей вам тоже, как всегда, рад. Я напоминаю нашим дорогим зрителям, что сегодня в гостях нашей студии был партнер компании Wildberries Михаил Орлов и координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Вам большое спасибо, что нас смотрите. Не забывайте подписываться, распространять наши материалы и, разумеется, писать комментарии. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»